Дорогие друзья, посмотрите, какие классные бутерброды можно сделать всего лишь за пару минут. Их не стыдно подать даже на праздничный стол. Супер! Всем привет, друзья! Решила приготовить себе бутерброды. Хотела сказать, очень простые, но не знаю, очень простые или нет. Для них мне понадобится персик или нектарин, мягкий сыр и немножко зелени. Я взяла кусочек булочки и сейчас поджарю его в тостере. Ну, то есть три кусочка. Персик нужно будет слегка обжарить, поэтому я его порежу пополам и порежу его вот на такие тоненькие кусочки. Так, вот так, косточку вырезала и порежу вот на такие тоненькие кусочки. Мне понадобится всего пару кусочков. У меня разогревается масло. Нужно совсем немножко, вот просто слегка помазать. Знаете, и на этом масле я поджарю персики. Чуть-чуть нужно, ой, прибавить огонь. Ну, вот хлеб я слегка только подсушила, не очень сильно, чтобы его можно было, ну, было приятнее есть. Персики у меня слегка обжариваются, я уже их перевернула и, наверное, уже пора снимать. Они должны быть, знаете, как, ну, мягенькие такие, не развариваться, но, как бы, быть мягкие. Как только они станут такие, знаете, упругие, мягкие, я их выложу на тарелку, покрытую бумажной салфеткой. Если я мучаюсь, когда можно опять вилочку. Вот так. Вот я приготовила тарелочку с салфеткой. Пока приготовлю хлеб. На хлебушек выкладываю зелень. Кстати, можно сразу положить на тарелку. Так, зелень я помыла и выложила на бумажное полотенце, чтобы было меньше воды, скажем так. И теперь порежем мягкий сыр. Вот так вот, персики готовы. Выберу такой кусочек, чтобы был по размеру хлеба. Тоненький кусочек мягкого сыра. Выкладываю. Сверху на хлеб. Хлеб, кстати, можете помазать маслом или мягким сыром, если хотите. И теперь сверху положим кусочек персика. Вот так. И сюда отлично подойдет вот такой бальзамический соус. Ну как? Не стыдно даже гостям подать, правда? Сверху на хлеб. Продолжение следует... Вот такой вариант. Тоже классно. Просто и вкусно. Шикарно хлебушек. Ну, с дырочками. Ой, посмотрите, какой хлеб. Обалденно. Возьмем вот такой кусочек. Бутерброды можно делать, друзья. Из чего угодно. Как приготовить вот такие помидоры, у меня есть видео. Ссылочку оставлю в конце. Посмотрите, обязательно готовятся такие помидоры. Очень просто. Масло получается, вот это само масло просто обалденное. Вот это все. Все дела. Просто и вкусно. Бутерброд с яичницей готовится очень просто. Я взяла два кусочка хлеба. Два яйца. Взболтаю их. Добавлю специи по вкусу. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть черного перца. Добавлю немножко острого перца тоже. Почему бы нет? Я готовлю, кстати, бутерброд с яйцами и с вялеными помидорами. Помидорами вы можете добавить любые овощи по вашему вкусу. Сковороду я разогрела и смазала маслом. Выливаю сюда яйца. Сразу выложу. Так. Два кусочка хлеба. И накрою крышкой. Оставлю вот так вот поджариваться, пока яйца не схватятся. Давайте посмотрим. Я чуть-чуть вот от краешки проверила. И сейчас переверну аккуратненько. Вот так. Краешки завернем на хлеб. Добавлю помидорки. Можно добавить зелень. И аккуратненько сворачиваем бутерброд. Вот так. Все дела. Обалденно. Рыба с мягким сыром. Это очень вкусно, друзья. Особенно с бородинским хлебом. Обожаю вот этот соус бальзамический. Вот и все. Все очень просто. Девчонки, захотелось себе сделать горячий бутерброд. Сделаю с острым соусом. Соус можно использовать, конечно, любой. Можете взять майонез. У меня есть вот такая нарезанная говядина. У меня салат остался. Я купила себе на работу и не съела его. Поэтому положу себе немножко салата. Тоже морковки. Вот здесь у меня бутербродница уже нагревается. Сверху положу кусочек сыра, чтобы скрепить все продукты. Вот так. Будем пробовать. Вот и все дела. Обожаю вот такой релиш использовать в бутербродах. Тоненьким слоем намазываю. Он немножко сладковатый. Это томатная приправа для мяса. Но, знаете, отлично подходит для бутербродов. Особенно, если бутерброды с мясом, с курицей. Это просто супер. А второй кусочек хлеба смажу острым соусом. Так, немножечко зелени. Чуть-чуть морковки. Вот так ставим. И соленый огурчик сюда добавить. Будет супер. Мой любимый соус. Мой любимый соус. Мой любимый соус.